Всем привет, друзья, с вами Барон. Сейчас я хочу съездить на Зону 51, взять немножко там материалов, но для начала я решил заехать в Наркопритон и купить там наркотиков, потому что без наркотиков тащить на террах просто нереально. У нас сейчас была терра, мы её успешно, разумеется, просрали. Просрали мы её по одной причине, то что она завершилась через 5 минут после начала. Вообще по делу не должна так завершаться война за территорию, так как они идут 10 минут. Но тут она за 5 минут просто завершилась. Война была у нас с Рифой, Рифа нас выиграла, Рифа нас просто убила, я не знаю, затащила все вот эти вот дела, так сказать, и ничего мы не смогли сделать. Так, 150 я не могу, но давайте 140, 140, у меня 145 грамм, ну и хорошо, в принципе, 145 грамм мне надолго хватит, конечно, у меня будет зависимость, понятное дело, то что мне потом нужно будет лечиться от ломки, но я постараюсь не доводить всю эту ситуацию до ломки, а остановиться где-то на 2900. Так, филкар, зальём на 50 литров, чтобы где-нибудь не встать. Ну и всё, в принципе, можно ехать на зону 51, брать материалы. Я, конечно, могу взять со склада нашей банды, но это как-то будет уже не очень интересно. Конечно, сам ПРП нас любит порадовать своими багами и подвисаниями, когда, например, вы выходите из игры, перед этим вы потратили 10 тысяч патрон М4, прокачали все свои скиллы, потом вы просто заходите, и у вас опять эти 10 тысяч патрон, и опять же у вас не прокачан скилл, или же уже прокачан скилл, но патроны остались. То есть такое тоже бывает, у меня сегодня такое было, я зашёл, у меня там, хоп, 900 пуль, хотя эти 900 пуль меня вчера убили, и они пропали. То есть такие вот тоже баги бывают, много очень багов бывают, но это как-то, знаете, не знаю, это просто игра не сохраняет какие-то моменты. То есть бывает такое, то что раньше были откаты, вот, раньше были откаты, и как это всё происходило. Предположим, вы выиграли в казино 10 миллионов вирт, то есть многим это знакомо, то что вот выиграли, вы счастливы, у вас 18 лямов, там всё супер, вы там играли на 10 лямов, всё отлично. Вы не успели положить эти деньги, вы не успели положить эти деньги в банк, и после этого у вас получилось так, то что был откат. Вы думаете, ну откат и откат, какие проблемы, сейчас зайду, положу деньги, ага, сейчас. У вас остаётся те же самые 10 миллионов, если вы не выходили из игры. И всё, и у вас нету 8 миллионов ещё. Если вы напишите админам, админы просто скажут, мы не возвращаем имущество. А почему? Вот это вот, кстати, была проблема из многих. Почему админы не возвращали имущество, я не знаю. Ну так как откат это был с их стороны, и как бы это их проблема, они должны были возмещать все убытки, если, разумеется, есть у вас доказательства, то, что у вас были эти деньги, то есть если вы записывали в тот момент фрапсы, затаймили, и вот произошёл откат, и тогда вам спокойно должны вернуть деньги. Но админы такого банально, они этого не делали. То есть им на это пофиг было, но в принципе админы были другие раньше, сейчас админы намного лучше, намного, не знаю, но они намного быстрее сейчас работают, так как даже если у кого-то взломают аккаунт или что-то типа такого, они буквально за 5 минут, за 3 минуты, как будто каким-то чекером, они сразу тп хуют и начинают проверять всё от А до Я, всё буквально просто. Вот, такие вот проверочки. Это, в принципе, очень хорошо, админы работают сейчас очень быстро, так, ну-ка, ну, нифига себе, даже нет никого. Ниггер к ним уже, о, Дэкинг, Дэкинг, я тоже, по-моему, Дэкинг, у меня же 8-й ранг, сейчас посмотрим. Да, да, я Дэкинг. Девятый мне не дают, ну, потому что левел маленький, как бы, у меня 13-й Левак. До 13-го качался я достаточно долго, потому что, когда я на Диего Кора не играл, я там онлайн был вечно, просто я там был в день по 10 часов, и качался я там очень быстро. Так бы, если бы я тут качался, тоже был бы уже Левак 20-й, но просто стоять в АФК как-то не очень интересно, но хотя в будущем, возможно, я именно так и буду прокачивать свой аккаунт, просто стоя в АФК. Постаю в АФК, потом что-нибудь там поделаю, да, потом выйду на 5 секунд, прибегусь по кругу, машины вон вокруг своей прибегу, и все, я опять стану в АФК. То есть это очень хорошо, можно прокачивать аккаунт, мне уже пишут, в принципе, в такой чат писать, я не знаю, РП-чат тут или не РП-чат, потому что точно я не могу сказать. Раньше был РП-чат, да, понятно, раньше за это очень жестко карали, сейчас же все, в принципе, нормально, пишем смайлики, пишем все, и никто ничего особо не говорит. Ну, в принципе, это даже, это хорошо, потому что, когда раньше было много вот этих вот РП всяких муток, это как-то неинтересно. Я сейчас больше жду каких-нибудь МП-шек от админов, чем вот этих всяких введений опять РП-чатов и прочей фигни, потому что если, опять же, админы вот сделают что-то типа вот этого черного рынка, потому что я-то на нем не был, я хочу заснять все это дело, посмотреть, как там, что там, вот эта вот война, битами, драться с людьми, там, вот это вот, ну, очень прикольно. Ну-ка. Опа. Есть тут что? О, блин, пять тысяч. Офигеть, вы что, издеваетесь, ребята? Какие? Какого черта? Давай. Ну, тху ли ты мне флудишь, а? Флудит чувак. Знаешь кого? Отца, отца, ну, так, что это? А, ну, помню, какой-то чувак из ЛВПД, по-моему, был. Если нет, то нет, как-то. Ну, флудить мне тоже так не надо, потому что я банально вас матом пошлю. То есть, бывает такое, когда ребята флудят, а потом еще обижаются, типа, барон, почему ты меня посылай, и все, там, дизлайк, отписка. То есть, смысла в этом нет. Если мне люди флудят, так, просто выхода другого нету. Потому что, если им сказать, типа, привет, там, они флудят, там, привет, барон, я твой подписчик, и так, весь чат желтый. Потом напишите, привет, там, и потом продолжится так же, потому что, как бы, подумают, о, вот так до него можно докопаться. Так что, ребят, если что, если вы мне флудите, то не обижайтесь на то, что я вас просто послал. Просто напишите один раз, если я в АФК, или если я занят, я не отвечу. Ну, отвечу потом, или напишите потом мне. Если я кого помню, то... Помню, и ладно, нормально. Так, в принципе... О, это то место, где я летал и паркурил, пытался паркурить. Опа-на, это чё за... Не, ну, вот такие вот выезды... Кто придумывал? Кто придумывал такие выезды? Кто реально? Давайте просто, вот давайте поездим и посмотрим, где выезд нормальный, а где выезд вообще трэш. Ну, тут чё? Ну, вот это, вот это нормальная тема. Правда, выход в жопе в полный. Ёба, а где выход-то? Это чё, типа, через гараж? Не, ну, выход, наверное, там где-то есть, не знаю. Так, ну, вот это... Вот это... Не, 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 не поеду кататься. Вот это вот выход... Ну, более... Ой, боже, давай, гонки ты, гонки, давай. Давай, чувак, давай. Давай, гонки, давай, погоняемся, давай. Я так счастлив, я так рад. На! Ууу, всё, я первый. Всё, чувак, извини. Ты проиграл. Такс... Ну, я не знаю, просто тут бывают такие выезды интересные. Если бы здесь везде были дома, конечно, на сам ПРП, если поставили они дома, и эти дома были бы буквально везде, например, здесь, там дома, там дома, то есть везде дома. Тогда это было бы, конечно, прикольно, но они бы стоили здесь до хрена бабла. И сделали бы серваки. Кто-то обещал, из админов писали то, что сделают онлайн серваков по пять тысяч и закроют несколько серверов. Честно сказать, я не знаю, какая бомбёжка будет, когда закроют серваки, на котором играют сейчас люди. Например, пятнадцатый сервак закроют, вообще жопа будет, потому что там играет до хрена народу. Сразу админам будут орать, типа, верните наше имущество. Ну, или же их перенесут на другие сервера просто и со всем имуществом. Там, например, скажут, за пять дней там слейте все свои дома в ГОС, все машины свои... Ну, можно машины не сливать, но всё равно слейте все свои дома в ГОС и увольтесь из всех организаций. Все увольняются, все сливают дома и спокойно их переносят. Тогда да. То есть даже если бы было, не знаю, четыре сервака с онлайном по три тысячи хотя бы, да, просто забиты по три тысячи, это было бы намного лучше. Почему намного лучше? Потому что сейчас было бы много здесь домов. Квартиры были бы раскуплены, дома были бы все раскуплены, народ ездил бы везде. Понятное дело, то что на мэрии были жёсткие... Фу, блин. Жёсткие лаги. Жёсткие лаги, само собой, потому что очень много народу. Буквально их там было бы человек пятьдесят. А, кстати, я хотел съездить вот в Террабада, там, посмотри, домики, мне там интересно кое-что. У меня, помню, там один домик был, который, кстати, не слетел. Меня там, помню, первые баны мне давали. И у меня был дом, там я был бомж, но он не слетел. Ну, удивительно то, что он не слетел. Вообще, он, по идее, должен был слететь, но... Мне в этом плане повезло, и он у меня остался. Потом я его, разумеется, продал за бешеные бабки, там, по-моему, за восемь миллионов, я не помню уже, но всё равно. Глянем, чё у нас. Вот это вот, вот у меня вот этот вот дом был, рядом тут жила какая-то девчонка со мной, ну, не знаю. Ладно, посмотрим, давайте, какие-нибудь дома, в принципе. Но эти дома не покупают, вот эти вот два дома. Но всё равно как-то... Мне лично пофигу. Так, кто это у нас чё тут? Лодки, ну, это для рыбалки, чисто рыбацкие такие катера, что ли, хер пойми. Самое херовое то, что раскупают вот слева дома, которые стоят, их все раскупают. Вот эти дома, они нахер не нужны. А вот эти вот домики, они прикольные. Тут даже когда громко звуки включишь и подойдёшь к дверям, слышно как прямо шум, море, всё вот это вот прикольно. А это, это Ашки уже стоят, это А-классы. Всё равно как-то, опять же, где вход? А, ну, вот вход, да, вот входы. Но всё равно, если посмотреть здесь парковочные места, ну, здесь они прямо на тротуаре, так сказать, да? А если посмотреть вот, которые я вам там показывал дома, вот это просто жуть, а не места парковочные. Конкретно это просто жуть. Если вы там поставите машину обычную, типа Инфернуса или же ещё чего-то такого, да, там, туризма, например, да? То вы оттуда банально не выйдете. А если вы оттуда выйдете, у вас машина успеет перевернуться и, я не знаю, взлететь в воздух, станцевать, а потом вы уже приземлитесь на крышу и перевернётесь, я не знаю, умрёте, взорвётесь, там, всё вот это да. То есть это просто там, там жесть, а не парковка. Есть, конечно, дома такие, у которых машины определённых классов просто проваливаются под землю, и их оттуда вообще не достать. Был такой дом, на самом деле, я не знаю, исправили, баг нет, но он был около Якудзи, когда там говорилось то, что машина респавнилась вообще где-то в ЛВ. Ну, дом сам в ЛВ, но она респавнилась где-то около больницы. То есть вы около Якудзи возрождаетесь, а ваша машина около больницы стоит, она там респавнится. Вот это просто трэш, бро, прикиньте такую картину. Чувак купил этот дом, да, за бешеные бабки, пытается вызвать свою машину, она там какой раз респавнится где-то около больницы, и ему приходится туда переться, чтобы взять свою машину. Вот это нормальные парковки, а вот это вот, я не знаю, кто это придумал вообще, но, блин, что это за неровности такие, что это такое, что, ну что это, вот если сюда заезжать со скоростью, то это будет просто эпик. О, смотри, опа, опа, заехал, опа, выехал. Не, ну это жесть, ребят, серьезно. О, смотри, бомж какой-то. А, это автобус, давайте за ним, а хотя не, нафиг его. Вот еще идеальные просто парковки. Ну, слава богу, то, что тут домов нету, а то бы если бы вот так вот респавнилась ваша машина, это был бы трэш. Кстати, какой у меня процент на Инфермосе? Мне это стало вдруг интересно, 73-й. Да, хороший процентик, нормально. Пока не сбиваю. Не, ну просто смотрите. Наблюдаем за парковками в мире Сан-Андрес. Сука, это гениальная парковка, посмотрите, опа. Это гениально, у меня даже заведенная машина и та сваливается. Это реально, это просто можно было бы наблюдать, как ваша машина улетает. Теперь я понимаю, почему не везде есть дома. О, посмотрите, опа, покатилась. Все, нормально. Поехали в свободный полет, выезд на дорогу. Нормально, просто супер, ребят. Серьезно, лучшей парковки просто не найти. Всегда вот если делаете, ребят, дома, поставьте такие парковки. Почему бы и нет, почему бы и нет, тогда хозяин этого дома сможет только делать себе энергию. А, точно! Я еще знаю домик один. Находится он, конечно, в жопе мира, но до него можно будет доехать. Сейчас, сейчас доеду. Так вот, там такая магия происходит. Этот дом находится на обрыве. Конкретно на обрыве. Проехать туда может только Энергейля же чуть-чуть-чуть пройти пешком и попытаться не упасть. На машине там нереально проехать. Это проверено мной, проверено всеми. Но кто-то утверждает то, что дай мне Мелбуллет, я на нем туда проеду. Вот это просто, наверное, чувак ювелира. Реально ювелир в своем деле. Но я не знаю, правда ли это или нет, потому что мы не проверяли. Но напишите вы в комментарии, я сейчас до тут доеду. Я обязательно до тут доеду, потому что мне хочется узнать. Мне даже банально хочется от вас узнать, можно ли до туда доехать. Потому что это такой просто трэш, такой дом. Это как, например, картинки в интернете были, когда стоит дом где-то на окраине, на острове. А там еще на этом острове вулкан. Ну вот что-то типа такого, типа продам срочно дом, когда вулкан извергается. Вот что-то типа такого. Продам срочно дом. Гора обваливается, ну нужно же продать, дом-то жалко, да. И если посмотреть, дом очень маленький. Дом очень маленький, такой миниатюрный как бы. Ну и по сути дом как у гетто, да. Как у гетто должен был быть интерьер. Но в итоге у этого дома внутри просто такое ощущение, что это... Ну как сейчас люди любят строить дома. Сейчас люди, у кого есть реально бабки, кто любит эти деньги, у кого они реально есть. У кого там миллиарды просто долларов в банках. Хотя сейчас в основном миллиарды хранят в банках США. И им сейчас запретили выводить оттуда деньги. Нужно им вначале написать объяснительную, откуда они. Ну это ладно, это что-то там говорили, я не помню. Ну короче, у кого есть дохрена бабла, просто дохрена бабла, любят строить себе бункеры. Конкретно видел такую тему, то что какой-то мужик построил себе бункер. То есть маленький такой домик, а внутрь заходишь, там херак, 10 этажей вниз, короче. Все, все, все там просто супер, все красиво, все замечательно. И хрен ты его пробьешь, и хрен туда залезешь. То есть все очень круто сделано. И вот тут примерно так же. Так, мне главное найти эту тему. Где она тут, елки-палки, где? Ну где-то, где-то вот в жопе в какой-то. Сейчас мы вот так проедем. Опа, кого-то за СХ забаним. Кстати, ребят, никогда не используйте СХ. У нас... Я херею с этих ребят. Слушайте, я не знаю, кто с лидером вот общается конкретно. У меня есть его, конечно, в скайпе. Я бы ему написал, но он, думаю, меня не послушает. Увольте нахер этих уродов. Девятые ранги, кто здесь есть? Увольте, хотя тут и девятые есть. Увольте просто их. Че за херня, че за неадекватство в чатах. Давайте вот так. А хотя, не, нахер. Не буду даже в репорт писать. Все равно реакции ноль будет. Либо меня кикнут за авто, а я тут еду, блин. Хочу вам показать этот супер домик. Многие уже догадались, что это за дом. Но действительно, домик очень маленький. А на самом-то деле вы зашли туда. Дворец, ёпт. Все, просто дворец. Сейчас где-нибудь найдем его. Я не знаю, я его проехал, не проехал. Хрен его знает. Где дом? Где этот дом? По-моему, я его проехал. А, тут я вот заезжал. Само собой, тут мы не заедем, а не заедем. Но херово мы сюда заехали. Так, я, по-моему, обратно выехал, да? Твою мать. Так, где? Мне нужно найти этот дом. Но где этот дом, я не знаю, я знаю, как ехать. Вот тут он где-то был, да? Где-то он, где-то, где-то, где-то он вот тут. Да, вот тут вот этот дом. Такс. Отлично. Сейчас поедем. Опять же, через мост нужно ехать. И там найду этот дом. Просто серьезно, вот чем-то мне стало это интересно. И почему-то я хочу показать вам это в серии. Действительно, очень крутая тема, очень крутой дом. Опа, нихера. Жалко то, что в эти колонны нельзя заходить. Может и можно, я не знаю. Но входы здесь есть. Вот, например, вход. Вот вход. Но дверь там закрыта. Так бы было круто посмотреть на все это дело изнутри. Так, ну что же. Да, 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 да. Вот, вот, наконец-то. Я просто, я зря то, что я вот уезжал. Я неправильно сделал то, что я отсюда уезжал. Опять же, вот, ой-ой-ой. Вот это вот деревня. Могилы, все вот это вот. Какой-то граммофон такой старинный. Показывает то, что тут нихрена народу нету. Никого нету. Кстати, здесь прикольно зомби-апокалипсис проводить. Но ладно. И вот, смотрите, что я вам сейчас покажу. Это просто охеренный. Охеренный подъезд к дому. Наблюдаем. Нормально. Уже вот это заставляет задуматься, а проеду ли я тут. Ну тут хер с ним, я проеду. Я проезжаю, проезжаю, проезжаю. Опа. Уже сложнее. Опа, Инфернус покатился. Все, готово дело. Все, доездились. Нет, это супер, серьезно. Я вам говорю, это просто не нахер. Вот как-то даже... Куда, дура? Все, гениальное просто, е-мое. А сейчас покажу вам, что там за дом. Как я, кстати, быстро плаваю. Ребят, неоднократно уже отвечал вам. Просто много раз часто нажимайте на пробел, и вы будете быстрее плыть. Намного быстрее, чем обычные люди. Это баг с АМПРП, его не исправляют. Да и слава богу, он, в принципе, наоборот, очень хорош. Быстрее можно бегать. В принципе, здесь, по идее, должна стоять лодка. Лодка или самолет. Вот это было бы круто, действительно. Если бы тут стояло это дело, я бы этот дом сам купил. Потому что, если тут выезжать на машине, вы охереете. Ну как тут можно выехать на машине? Вот, кстати, этот домик. Вот он, домик. Там подъезд к этому домику, все понятно, да? Вот Филипп Савчук, о, главного админа. Ну, главному админу этот дом нахер не. Ну, в принципе, он тпкнулся сразу, да и все. Так, ну, предположим, мы вот сюда заедем, да? Мы, предположим, здесь проедем. Ладно, хорошо. Мы здесь, кстати, вот этот вот домик, видите, маленький. И если кто-нибудь был в этом доме, я думаю, вы подтвердите то, что интерьер в этом доме просто очень большой. Реально очень большой. Очень крутой интерьер. И это, в принципе, хорошо. Ну, предположим, вот мы проехали, да, вот здесь все, в принципе, хорошо, да? Никаких проблем нету, да? Мы выезжаем, мы стараемся. И потом нас будет ждать фокус. Хотя, я не знаю, может, тут и можно вы... Да, можно! Особенно въехать тут можно. Вот на такую-то херню. Да, конечно. Если кто сюда въезжал, ребята, я не знаю, вы что, боги, что ли? Ну, конечно, на спидхаке разве что, но все равно. Самое прикольное, это то, что вот здесь въехать и вот здесь. Если вы здесь проедете, то все просто супер. В общем, ребята, такие вот дела, такой вот домик. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok